Увидеть космос и замереть в астрономической обсерватории при КФУ открылся Планетарий. Он стал 33-м в России и почти 6-тысячным космическим кинотеатром в мире. Впервые правами на звездное небо под куполом владеть не государство, а университет. Прогулялся по Луне и увидел рождение сверхновой звезды Айнур Зинатулин. Планетарий открыт! Идея создать планетарий родилась два года назад. Перспектива, кроме уже имеющихся телескопов, имеет собственный космический кинотеатр, взбудораживая весь научный мир. Бюджет для обывателя тоже космический – 300 миллионов рублей. Тогда же, в 2011 году, заложили первый камень. В церемонии принял участие президент Татарстана Рустам Миниханов. Те достижения, которые были у нашего университета, сегодня он очень узнаваемый. И, конечно же, мы хотим, чтобы это был мировой лидер. А для того, чтобы быть мировым лидером, нам многое что надо сделать. Сейчас это дворец, состоящий из 15-метрового купола с уникальным наклоном – 15 градусов. Такого нет ни в одном планетарии мира. Кафе – несколько технических комнат, а в самом сердце планетария – 4D кинотеатр. Именно здесь и будут транслироваться онлайн и в записи космические новости со всей планеты. Картинка будет идти с телескопов от Австралии до Европы. Сейчас к показу подготовлено уже более 90 уникальных образовательных фильмов. Сюда надо привозить наших детей, потому что такое достояние нашей строения. Я думаю, если есть, то подобные. Но вот такого уровня, в таком месте, в такой доступности – это очень важно. Вселенная по-латыни – универс. И это очень здорово, что накануне Казанской универсиады, Казанский федеральный университет, создает, открывает окно универс во Вселенную. Сам планетарий космический не только внутри, но и снаружи. Потолок в виде инопланетных посланий на полях, его элементы – знаки зодиака, а шторы – проекции планет. Уже в скором времени, кроме планетария, у всех Казанцев появится уникальная возможность на расстоянии вытянутой руки увидеть Солнце. Два года назад об этом, кстати, можно было только мечтать. Увидеть его можно и сейчас, кстати. Вот смотрите на этот желтый кружочек. Это и есть Солнце, но только в миниатюре. По размерам хоть небольшой, но широкий по возможностям. Четыре в одном – объясняет Алмаз Галеев, заместитель директора обсерватории. Впервые, чтобы увидеть всю панораму неба, достаточно зажмурить один глаз. Конечно, можно наблюдать Луну, планеты, Солнечные системы. И можно увидеть далекие объекты космоса, такие как туманность, галактики. Вот этот прибор позволяет увидеть такие объекты. Открытие планетария – только первый шаг. Уже скоро на 21 гектаре обсерваторию вырастет целый астропарк. В него войдут более 40 объектов. Но большинство из них пока только на эскизах. По словам Юрия Нефедева, директор обсерватории, застройка возьмется в следующем году. Однако дата неточная, все зависит от финансов. Уточняется и дата, когда Казан смогут посетить планетарий. Пока здесь будут посещения только для студентов, для волонтеров. Вот мы сейчас ведем их тут прием. Где-то, я думаю, что к сентябрю месяцу уже откроем доступ для всех желающих. Стоимость планетария билета будет такой же, как стоимость в кинотеатре, наверное. То есть где-то 150-200 рублей. Проходите, пожалуйста. Маргарита Кибардина коренная жительница обсерватории. О космосе здесь она знает больше всех. Вот уже больше полувека, три раза в день она проводит свои экскурсии. Появление нового планетария, по ее словам, она ждала не меньше, чем все остальные. Мы дети космоса, и мы ничего о нем не знаем. Мы не зря ратовали за построение планетария вот как раз здесь, в нашей обсерватории. Обратная сторона медали – увеличение потока туристов. Из плюсов больше работы, из минусов тишина, которую так славилась обсерватория, по словам Маргариты, уходит в прошлое. Теперь будущее за большими научными открытиями, ради достижения которых малым придется жертвовать. Айнур Зинатолин, Игорь Романов, Столица. Субтитры создавал DimaTorzok